здравствуйте дорогие рукодельницы сегодня мы с вами будем вязать топ топ маечку не совсем на тоненьких бретельках на таких бретельках сантиметров 5-7 шириной я имею ввиду вязать мы будем из вот такой вот пряжи yarn art cotton soft здесь состав на 100 грамм 600 метров 55 cotton и 45 полиакрил вот такой вот состав цвет это третий на камеру он хорошо передается такой молочный принципе больше ничего можно стирать на 30 градусов можно гладить на единичку еще не гладила эту пряжу рекомендуют спицы два с половиной вот как раз спицами два с половиной я и вязала вижу вернее еще вот так вот у меня получается уже практически заканчивая тут сниму покажу вам как я вязала узор и обработку горловины значит узор принципе ничего сложного по три вместе и накиды делала вот эти зубчики есть в интернете узор я нашла а вот эти вот бабочки это я уже придумала сама как-то она мне крутилась думала еще добавлю ажура чтобы не так крутилась но все равно смотрю кончики закручиваться но я думаю если я отпарю то все будет хорошо они не должны закручиваться вяжу я майку на параметры объем груди 96 объем бедер 102 и длина изделия 67 сантиметров набирала я на спицы два с половиной 135 петель наборный край меня вот такой вот видите я набирала на двойную ниточку чтоб толстенький такой вот был край потом я провязала два ряда просто лицевой ну лицевой изнаночной потому что я вяжу видите у меня тут что вязала отдельно перед отдельно спинку провязала ряд лицевых ряд изнаночных и потом уже начинала делать узор вязала я ровно сто восемьдесят семь рядов сантиметрах это я вам померю скажу сколько это сантиметров примерно потому что пряжа эластичная натянется это примерно где-то около 46 47 сантиметров и затем я начала делать разделение на проймы и горловины у меня на одном уровне идет и пройма и горловина вот таким вот образом на одном уровне я делала и спинка и перед у меня тоже одинаковые чтобы не заморачиваться так это я себе придумала смотрится довольно неплохо и делала убавки я следующим образом на про ему сейчас я тут себе записала часа вам скажу так на про ему я сто восемьдесят седьмом ряду в последнем когда я закончила вязать ровно вязала я ровно без убавок без приталивания в сто восемьдесят седьмом ряду я не считая кромочных я закрыла пять петель на пройму и сразу же на горловину одну петельку убавки я делала следующим образом у меня получилась одна центральная петелька так я сделала потому что мне не нравится вот когда идет разделение видите вот так вот натягиваются ниточки пробовала перекрещивать две петельки тут получается что тоже такое но в общем не понравилось я решила оставить центральную петельку и потом сделаю обвязку с этой центральной петелькой думаю будет красиво вот эту центральную петельку я оставила и убавочки делала вот видите кромочная 1 лицевая и если не считать кромочную 2 и 3 провязывала вместе с левой стороны с наклоном вправо а с правой стороны видите с наклоном влево вот так вот мы видно везде одинаковый вот с одинаковым наклоном убавки на горловинки я делала в каждом третьем ряду переходилось менять местами петельки особенно когда провязывала в изнаночном ряду приходилось их менять но ничего страшного принципе не сложно и можно даже не делать обвязку она смотрится довольно неплохо но мне что-то не нравится она закручивается видите вот здесь сильно хотя и мерила тоже неплохо но надо прятать эту петельку поэтому буду делать какую-то обвязочку можно для ленивых можно и так оставить тогда не нужно делать центральную петельку то есть в каждом третьем ряду я делаю убавки на горловине пройма первый раз я закрываю пять петелек второй раз через ряд я закрывала три петельки потом через ряд то есть в каждом лицевом потом через ряд я закрыла две и потом я закрывала еще десять раз по на петельке получается у меня вот так сейчас я вам покажу вот тут закручивается не совсем понятно но принцип понятен вот примерно вот так видите еще раз повторю пять петелек закрыла на пройму три две и десять раз по одной петельки и далее все оставшиеся ряды я уже вязала пройму ровно без прибавок без убавок на горловинке я делала убавки в каждом третьем ряду еще раз повторю и всего у меня 25 убавок все у меня закончились когда убавление на горловинки вот здесь у меня видно вот последнее убавление я провязала еще один ряд и в следующем ряду я закрыла все петельки крючком по открытым петлям крючком так мне очень нравится этот способ и намечается линия плеча и в то же время нету толстого такого грубого шва вот таким вот образом у меня получается чуть-чуть надо подтянуть больше разница вот такое у меня получается видите довольно широкое плечико все померяю сколько это получается сантиметров пробовала делать тоненькая сильно тянется полотно мне не понравилось получается 7 сантиметров если вы не будете делать обвязочку она видите закручивается и получается тоньше то есть можно и так оставить но мне не нравится вот этот вот тут момент вот здесь вот тут я еще не вытянулась ниточка мне хочется вот это вот убрать но если вы не перфекционистка то можно и так оставить и и дальше я буду делать обвязочку то есть видите маечка вяжется очень легко всего у меня получилось сейчас вам скажу сколько рядов от самого низа и до конца плечика у меня получилось 266 рядов 265 и 6 я уже закрывал вот вяжу я мачку эту для девушки она довольно высокого роста то есть если у вас рост в районе где-то метр шестьдесят семь метр шестьдесят восемь то можно ее делать покороче потому что так она длинновато это на рост где-то метр семьдесят пять метр семьдесят восемь у меня получилось маечка как мы будем делать обвязочку обвязку я буду делать крючком у меня вот крючок вот номер 2 и 1 мне показалось это самый оптимальный вариант меня нет просто крючка номер два вот сейчас я вам покажу оставляла специально длинные ниточки чтобы сшить бока вот здесь видите обычным швом и вот здесь вот у меня осталось ниточка сейчас мы с вами вместе покажу как я буду делать обвязку ниточку вот эту будем прятать потому что хлопок очень плохо прячется так первый ряд мы вяжем просто столбики без накида чуть-чуть я хочу пройму утянуть поэтому я буду делать следующим образом один столбик без накида следующий петельку опять столбик но все столбики без накида потом 3 мы пропускаем петельку и опять 12 вот видите в кромочную третью пропускаем опять 12 и третье мы пропускаем вот так вот у нас получается 12 и третью петельку пропускаем и сразу вам покажу следующий какой я буду делать следующий ряд вот здесь вот вот тут я буду тоже вот так вот делать чтобы оно мне немножко не было такое расхлабное я и так тут видите довольно плотно делала но буду еще чуть присобирать и следующее буду обвязывать таким образом за одну дужку только вот делаю воздушную петельку потом за следующую только одну дужку соединительную петлю затем опять воздушную опять соединительную опять воздушную опять соединительную петельку опять воздушную опять соединительную вот такой вот узор у меня получается вот видите я второе плечико уже ввязала сейчас вам покажу вот так вот это получается видите вот вот такой вот получается ажурная обвязка немножко похоже чем-то нарачий шаг мне захотелось вот видите потом я это проглажу надеюсь оно не будет закручиваться вот так видите и вот так смотрите немножко видите при собрала я пройму чтобы она мне не обвисала вот так вот у меня получается горловинку буду обвязывать точно так же просто вот эту центральную петельку я ее уберу в обвязку если вдруг не захочется горловинку сделать как-то по-другому я обязательно к вам вернусь и вам это покажу потому что у меня есть мысли я думала может быть горловинку обвязать просто резиночкой один на один не знаю посмотрю попробую понравится оставлю немножко что мне смущает что плотновато получается сама маечка очень мягкая такая эластичная обвязка тут довольно плотненько выходит но это крючок крючок дает нам такой эффект вот так вот получается обвяжу покажу вам вернусь к вам еще раз все вам покажу и вместе с вами сейчас мы свяжем вот такой вот узор закончила я обвязку своего топа вот что у меня получилось все таки я решила сделать такой же узор как я вам показывала понравилось мне очень красиво аккуратненько и вроде не так закручивается посмотрим что будет после стирки так вот так я и вывязывала как я вам говорила две петельки вот тут даже видно две петельки 3 пропускают две петельки 3 пропускаю столбики так вязала единственное что вот здесь уголочек я вот так сделала последнее я провязала потом я захватывала нитку одну петельку потом вот это что у меня была на булавочке захватила в нее протянул ниточку и третью и потом все эти три вот видите тут вот с одной вершиной сделала чтобы у меня получился уголочек и точно так же когда я делала уже вот эту обвязку точно так же я проделав три петельки и потом одну вершинку сделала и вот с этой стороны вот точно так же чтобы у меня не было расхлебано чтобы держался именно уголочку вот тут видно видите три вместе одна вершина три вместе одной вершины видеть и здесь точно так же пока было по прямой я вязала две петельки 3 пропускала вот здесь видно это хорошо видите вот 1 2 3 пропущено 1 2 3 пропущено а здесь когда у меня закругление пошло я первый раз провязала таким способом у меня получилось она аж волнистая некрасиво и я вязала через петельку полностью вот где начинается закругление день закончила делать бабочки везде вязала через одну петельку и тогда она видите смотрите получается хорошо вот все плавно держит форму отлично мне нравится сфотографирую на себе вставлю фотографию но хочу сразу предупредить что он на меня великоваты потому что вязала я его объем бедер 102 талия талия 83 и объем груди 96 а у меня объем груди 85 86 талия 66 67 бедра 96 где-то то есть фактически почти на 10 сантиметров меньше все параметры то есть немножко будет нам не свободнее вот такой замечательный топ получился не знаю посмотрю что будет вот с этим вот у меня смотрите видите подкручивается и все если она мне будет подкручиваться я внизу тоже буду делать обвязку точно такой же как я делала вот здесь точно так же тоже вот тут в уголках буду делать по три а здесь на вершине наоборот буду из одной делать три чтоб были явно выражены у меня зубчики вот помните вот этот мой топ у меня он есть видео на канале тоже у меня хотя крайне закручивался но для того чтобы было красиво сейчас я приближу чуть-чуть я внизу тоже видите такую сделала обвязку точно такой же как здесь довольно красиво смотрится мне нравится так что в случае чего я делаю как связать вот этот топ ссылочка у вас есть можете подойти по перейти и посмотреть вот он кстати после не помню двух или трехлетней носки посмотрите вообще неплохо шла здесь прекрасно очень мне нравится так что вот такой топик у меня получился вот кому нравится вяжите со мной ставьте лайк подписывайтесь на канал впереди вас ждут еще новые видео всем пока пока что Продолжение следует...